А у нас вновь дождь, дождь, дождь. Вот как начался он с вечера, правда был посильнее, так и до сих пор идёт шквалистые ветра. Один плюс, что идёт он только ночью пока. Немного прекращается на день и вновь по новой. Как будто небо разверзлось над нами. А здесь ещё и напор водоснабжения стал слабым. Неужели мембрана в баке мембранном прохудилась? Система водоснабжения у нас находится в подвале, но сейчас посмотрим, что там произошло. Вот это скважина с погружным насосом. Насос вроде у нас мощный, а это мембранный бак. Где-то полгода назад мы меняли мембрану, она у нас прохудилась. Ну давление в пределах трёх, значит что-то с картриджами, фильтрами. Вот на входе и на выходе сейчас перекроем вот эти колбы, а это ключ у нас специально для снятия колб, для откручивания и замены картриджей. Ну понемногу сейчас, конечно без мужской помощи не обойтись без мужской силы. Ну вот так понемногу откручиваем, это сейчас колба для фильтра тонкой очистки. Посмотрим, что будет происходить. Давай помогу. Вот сейчас посмотрим. Ну конечно же, вот посмотрите, что всё заилилась и вода совсем уже коричневая. Где же будет вода у нас проходить через эти фильтры? Мы месяца наверное четыре уже не меняли, если не больше. Ну и вот это верёвочный фильтр для механических примесей, для очистки от механических примесей. Посмотрите, весь полностью забит. Это верёвочный картридж из полипропиленовых текстурированной нити для предварительной очистки воды от песка, окалины, ржавчины и разных взвесей. А это картридж из прессованного активированного угля. Он очищает воду от органических и неорганических примесей. Ну вот сейчас меняем, всё делаем в обратном порядке. Не забываем, конечно, плёночки снять, а то были случаи, что забывали и забивалось. Ну и подключаем, что у нас сейчас получится. Пойдём посмотрим. Ну вот, теперь всё в порядке. Месяцев на пять хватит, чтобы вода была чистой. Ура, ура! Хоть здесь проблема у нас решилась.